Здравствуйте! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. По первому кадру вы, наверное, уже догадались, что это видео про вышивку, про пасхальную вышивку. Вы даже себе не представляете, как мне не терпилось начать снимать это видео. Почему? Потому что в первой части я вам покажу только вышитые работы, а уже во второй части этого же видео покажу вам оформление. Начну с первой работы. Этот конверт не новый у меня. Вышивала его и оформляла в прошлом году. Если вам интересно посмотреть подробнее про эту работу и многие другие, можете заглянуть в плейлист на моем канале. Называется он прикладная вышивка, вышивка и шитье. У меня там собраны все видео на эту тематику. Хочу также обратить ваше внимание на мой пасхальный декор. Вот такие красивые расписные яйца. Это не настоящие яйца, это пластиковые. Покупала я в фикс прайсе. Продавались они вот в таком наборе, прямо с картонкой. Мне очень понравилась эта идея. Даже картонку эту не выкидывала, так их и храню. Вообще это яйца подвесные. Где-то здесь у меня еще остались ленточки. Не везде я их оборвала. У меня нет пасхального дерева, веточек, чтобы можно было их повесить. Использую как фото и видео реквизит. Мне очень нравится. И сегодня я также буду их использовать после того, как я вам покажу свою вышивку. Оформление. Хочу сделать пасхальную композицию. Я думаю, что вот эти красивые яйца мне очень даже понадобятся. Смотрятся они, конечно, как настоящие. Вот этих пасхальных кроликов нет у меня в кадре, но я тоже решила вам их показать. Покупала также в фикс прайсе. Это что-то в виде шкатулки, коробочки. Можно использовать не только как декор, но и для хранения. Мне очень понравились такие шкатулочки, коробочки. Красивые, милые, винтажные зайки. Тоже очень симпатичный пасхальный декор. Покупала их также в фикс прайсе пару лет назад. Но, возможно, и в этом году их привезут. Или что-нибудь еще новенькое, интересненькое. Я пока не ходила, не смотрела. Надо будет все-таки заглянуть. Что же мне в этом конверте? Ну, конечно же, процесс для вышивки. Процесс, правда, уже закончен. Но я хочу показать вам организацию. Это я задумывала вышить еще в прошлом году, но просто не успела. Мне очень понравились пасхальные игрушки. Дизайнер Кора Батикора. И, так понимаю, это иностранный автор. И, посмотрев несколько видео девочек, которые по-своему оформили и украсили эти игрушки, в этом году я точно знала, что буду вышивать и вышила. Правда, я использовала свои нитки, свой подбор. Здесь у меня и ПНК имени Кирова, какие-то китайские. По-моему, это аналог ниток DMC. То, что у меня было. По задумке дизайнера, предполагается вышивать на такой темно-бежевой основе, чтобы яркие цвета смотрелись еще более сочно и выразительно. Для меня это будут не только пасхальные игрушки, но и весенние. И я хотела взять основу какую-нибудь более нежную, светло-зеленую. Это цвет светло-оливковый. Хотелось бы мне, чтобы он был чуть-чуть поярче и позеленей. Это мурана 32 каунт, цвет номер 6083. Я купила отрез 50 на 70 и как раз на все мои игрушки, а там их 6 штук, этого отреза мне хватило. Ниток тоже более, чем мне хватило. У меня осталось достаточно много. Игрушки небольшие, хотя можно было бы сделать их и поменьше. Но более мелкого каунта в таком цвете у меня просто не было. Нитки иголки я пока не разобрала, хотела показать вам организацию. Для каждого цвета я использовала свою иглу. Нужно будет сейчас все эти нитки разобрать, иголки убрать. Я это сделаю сразу же после того, как закончу снимать видео. Покажу вам поближе название дизайна. Здесь, конечно, написано не на русском языке, но если вы забьете в поисковике, уверенно найдете. Работа пока у меня в пяльцах. Я не стала даже их распяливать. Мне нравится, как они смотрятся в такой рамке цветной. Можно даже не оформлять, а оставить их в таком виде. Но нет, все-таки идея оформления у меня своя есть и я хочу ее исполнить. Вот такая симпатичная овечка. Как же мне она нравилась. Между прочим, моя овечка Марта была связана под вдохновением именно этой овечки. Да, они совершенно не похожи друг на друга, но я считаю, что они обе очаровательно милые. Использовала вот такую магнитную игольницу. Делала я ее сама. Она тоже очень здесь симпатично смотрится. Думала вышивать эту рамку или нет, решила все-таки оставить. Хотя, наверное, она мне затруднит процесс оформления, потому что нужно будет эту рамку вышитую как-то очень ровно разместить, натянуть. Да, я вам не сказала, что буду оформлять пинки. Пинки получатся, конечно, не маленькие. Если вот так измерять рамку, получается высота 16, ширина 11. Я бы, наверное, попробовала вышивать на более мелкой основе, но у меня ее не было. И такого подходящего цвета в продаже я не нашла. Мне почему-то очень захотелось вышить именно на таком светло-зеленом цвете, который нашла я мурана. Края основы с обратной стороны я пока ниточками стянула. Все это дело, конечно же, я распущу и уже буду оформлять, как задумывала. Овечку я вам показала. Девочка с пасхальными яйцами, с корочкой или это голубь. Вот такая зайка. Когда муж смотрел, что я вышиваю, спросил, почему она такая пухленькая. Сама пухленькая, а ножки тоненькие и худенькие. Вот как дизайнер придумал, так я и вышивала. Мне все это очень нравится. А вот пара для моей зайки. Вот такой симпатичный зай с морковками в корзинке. Отличная парочка получилась, правда? Яркая курочка. Такая немножко странненькая, но все равно очень даже симпатичная. Вот такой мальчик. Вышивала я его в последнюю очередь. Пяльцы цветные у меня закончились. Также пока скрепила ниточками, просто чтобы вам красиво продемонстрировать. Найдем ему пару. Вот такие симпатичные ребятки. Кроме того, что я хочу оформить их пин-кип. Не знаю, какие они будут у меня попухлости. Обычно я добавляю три слоя, три или четыре слоя синтепона с одной и с другой стороны. Возможно, в этот раз сделаю чуть-чуть потоньше, потому что сами по себе они большие. Даже боюсь, что у меня синтепона не хватит. Но там я буду уже смотреть. Помимо этого, я хочу пришить декоративные пуговки. Где-то здесь на одежде, на платьях, на рубашках персонажей. Есть у меня цветные маленькие пуговки. Я их как раз приготовила, чтобы не забыть пришить. Прежде чем натягивать на пин-кип, нужно будет пришить пуговку. Но перед этим обязательно нужно проклеить клеевым лизелином. Только потом пришивать пуговицы и натягивать на картон. Например, вот у мальчика я не вышивала. В серединке там, по-моему, французские узелки. Хочу пришить пуговицу. Посмотрю, насколько она там будет смотреться. Разумно. Возможно, пуговица будет и крупновата. Хочу пристроить еще вот такие деревянные пуговки. Выбрала более-менее подходящие по цвету. Здесь и стрекозы, божьи коровки, даже есть вот такой петушок, цветочки, морковки. Давайте я вам продемонстрирую. Примерно вот так. Есть свободные пустые места на сюжете и по возможности я их заполню. Но посмотрю, чтобы не было перебора. На обратную сторону я буду использовать вот такую ткань от Peppy. Купила я наборчик на озоне. Здесь есть и голубые, розовые, желтые, зеленые цвета. Я думаю, что для моей затеи подойдет. Приготовила я нитки для очередной конфетки. Вы знаете, что я вышиваю конфетки от Алены Кошкиной. И в этот раз я буду вышивать Кешу. Мне что-то очень захотелось. Тепла, солнца и лета. Здесь много зеленого, голубого, яркого. Обожаю этот мультик. Такой шкодный Кеша. Посмотрите, сколько здесь птичек. Размер на конве 14 будет 15 на 12. Я же буду вышивать не на конве, а на равномерной основе. Это Бритни от Свайгард, 28 каунт. Цвет 101. Если в предыдущих конфетках я вышивала не полностью, фон оставляла не зашитым. К сожалению, не нашла основу голубого цвета, чтобы, например, небо не вышивать. Поэтому в этот раз мне пришлось зашивать полностью всю площадь. Но ничего. На удивление я справилась еще быстрее, чем в предыдущие разы. Первые конфетки я вышивала дней пять. С этой управилась за три дня. Приготовила нитки. Посмотрите, сколько здесь ниток. Для небольшой такой маленькой конфетки 30 цветов. Но что хорошо, что схема дана в нитках DMC и PNK. Покупать 30 пасм ниток DMC, а стоят они у нас больше 100 рублей за одну штучку, это очень накладно для такой небольшой, хоть и очень симпатичной конфетки. Поэтому я вышиваю нитками PNK. Конфетка у меня почти готова. Все вышито. Осталось сделать только бэкстич. Посмотрите, как она смотрится без него. Нет такой яркости, мультяшности. Без него, к сожалению, никак не обойтись. С ним я уже быстро справляюсь и буквально через пару часов будет у меня вот такая красивая вышитая заготовка для конфетки. Меня просили показать, как эту конфетку я сшиваю. Я попытаюсь это сделать на камеру, снять видео, но скорее всего выпущу его отдельно, потому что конфетки я буду вышивать и дальше. И чтобы не отвечать на одни и те же вопросы, буду отправлять на это видео. Покажу вам изнаночную сторону. Вот так она у меня выглядит. Не супер, но и не так уж и ужасно. В любом случае это все будет закрыто, не видно. Для своих конфеток и для таких небольших дизайнов я не использую какие-то органайзеры. Просто складываю нитки в корзинку и сразу же вышиваю. Использую одну иглу, потому что 30 игл в корзинке, от них можно пострадать. Поэтому использую одну иглу. Некоторые цвета часто используются и много, а некоторые совсем немножко. На пару крестиков. Еще одна корзинка с нитками. Здесь их не меньше. Одну меньше. 29 цветов. И здесь у меня тоже пасхальный сюжет. В свое время, когда я только начинала вязать, в интернете я себе нахомячила, насохраняла кучу разных схем по вязанию игрушек. Сейчас тоже самое происходит с вышивкой. Хотя прекрасно понимаю, что большую часть из них я вышивать не буду. Эту схему я тоже когда-то нашла, сохранила. Но почему-то я на тот момент особо на нее не обратила внимание. Пока не посмотрела видео Елены винтажные крестики. Она поделилась планами вышивать этих пасхальных малышей. И как только я увидела у нее, мне так захотелось их вышить. Надеюсь, Елена на меня не обидится, что я вперед в нее побежала их вышивать. В тот же вечер приготовила нитки и приступила. Получились они у меня небольшие. Почему они? Потому что их двое. Первым я вышила вот этого цыпленка. Размер у меня получился вышивки. Ну где-то 11 сантиметров. 11 на 11. Вышивала я на тридцать шестом каунте. Это основа Моника белого цвета. Номер оттенка 5705. Мне хотелось, чтобы мои пасхальные малыши получились поменьше. Чтобы потом оформить их подушечки. У меня нет ни одной вышитой подушки. Ни подушки, ни подушки. Вот хочу это сделать. Я думаю, что они тоже будут очень симпатично смотреться в моей пасхальной композиции. Поэтому поторопилась вышить. Да, вышивать на тридцать шестом каунте это не то же самое, как вышивать на двадцать восьмой бритне. Сразу чувствуется разница для глаз. Ну если вышивать крестики еще куда не шло. Правда они у меня такие кривенькие, косенькие. Вышивала я в две нити, они толкаются. Наверное, близко к кадру подносить не нужно, чтобы вы не испугались. Но когда я стала вышивать бэкстич, а его тут достаточно много. Особенно вот эти голубые цветочки. Да, пришлось, конечно, помучиться. Но в итоге получилось очень даже симпатично. Цыпленочка я вам показала. Пару к нему шел еще вот такой кролик или зайчик. Та же самая рамка, те же цветы, листочки, цвета. Только здесь уже кролик. Представляю, какие получатся у меня милые подушечки. Хочу использовать кружево. Надеюсь, я найду подходящего цвета. Замечательный дизайн. Правда, имя дизайнера я вам не назову. У меня есть только вот такая информация. Называются, я вот сейчас перевожу с английского, весенние друзья. Попробуйте забить в поисковике это название. Возможно, у вас получится найти дизайн. Использовала я вот такую симпатичную магнитную игольницу с желтыми тюльпанами. Обожаю такие красивые милые штучки. Она и продавалась как игольница, но магнит я решила все-таки здесь заменить. Использовала свой магнит, потому что с игольницей шел магнит совсем слабенький. Да, здесь у меня множество ошибок. То перепутала цвет нити для бэкстича, то вышла крестики не тем цветом. Но я думаю, вряд ли вы найдете моих ошибок. Смотрю сейчас на свою работу и сама этих ошибок не вижу. И даже не супер аккуратные ровные крестики на моем 36 каунте меня не сильно расстраивают. Потому что в готовой оформленной подушечке, я думаю, рассматривать мои крестики никто не будет. Несмотря на свою кропотливость, некоторую даже сложность. Здесь не только крестики, но и четверть крестики. Да, обратите внимание, что бэкстич здесь квадратичный. Как я понимаю, что это такая фишка, особенность иностранных дизайнеров. Потому что у наших я такое не встречала. Конечно же, я вышивала по схемам не всех дизайнеров, но те, что мне попадались, такого я не встречала. Я правильно сделала вывод, что если в схеме есть квадратичный бэк, эта схема иностранная. Что тут еще сказать? Вы сами видите, какие они славные и милые. На каждого малыша я потратила по два-три дня. Несмотря на все сложности, вышивала просто в запой. Почти на неделю съемка видео у меня затянулась. У нас уже растаял снег, прорывается зеленая травка, распускаются почки. Такая хорошая плюсовая температура больше десяти градусов. Мне уже так хочется собрать свою пасхальную композицию. Но все по порядку. Начну с подушечек. Вы уже видели и цыпленка и зайчика. Я их оформила в подушечке. Такая у меня была изначальная идея и я от нее не отказалась. Подходящая ткань на обратную сторону тоже у меня была. Я конечно выбирала среди нескольких, но решила остановиться на этой. Это ткань Пеппи. Здесь тоже есть и голубые и зеленые и желтые цвета. Как мне кажется, очень подходит к этому сюжету. И для зайчика и для цыпленка выбрала одну и ту же ткань. Пришила кружево. С кружевом, конечно, были у меня немножко проблемы. Но, во-первых, идеально подходящего по цвету у меня не было. Было два оттенка желтого. Я решила остановиться вот на этом светлом. По сути, сшить такую подушечку нет ничего сложного. Трудность была только в том, как красиво пришить кружево в уголках. Я сначала думала, что справлюсь сама без всяких мастер-классов. Наметаю это кружево по изнанке. Потом прошью, выверну и все будет замечательно. Но, а как сделать, чтобы в уголках это кружево хорошо легло? Вот об этом я не подумала. Как хорошо, что есть интернет. Набрала в поисковике, как вшить кружево в подушку. Множество разных мастер-классов. Посмотрелась, сшила и вот что у меня получилось. Кружево у меня хлопковое, не сильно широкое. По-моему, ширина где-то сантиметр или может быть 12 миллиметров. Зайчик оформлен точно так же. Та же самая ткань, то же самое кружево. Здесь я никаких отличий не делала. Нравятся мне эти пасхальные малыши. Как я не пыталась уменьшить каунт вышивки, чтобы моя в итоге подушечка получилась небольшой. Размер у нее не совсем маленький. Где-то шириной 12 сантиметров. Да, хотелось бы мне все-таки сделать поменьше, но ничего. В принципе, я примеряла для своей будущей пасхальной композиции. Они мне подойдут. Будут лежать, стоять эти подушечки вместе. Вот так друг на дружку смотреть цыпленок и зайчонок. Еще одна готовая работа. Да, это не пасхальная тема, но здесь тоже птички, листочки, цветочки и ягодки. Вот такая очередная конфетка от Алены Кошкиной у меня получилось. Меня спрашивали, как используются эти конфетки. Я вышиваю просто для красоты. Здесь можно сделать петельку. Тогда эта конфетка будет еще и елочной игрушкой. Я буду вышивать еще много разных таких конфеток и все-таки решила снять отдельное видео, где все подробно рассказать и показать, как делается сборка. Потому что поступают вопросы, спрашивают у меня, как и что это делается. Ничего сложного в этом нет. Немножко терпения, внимание и у вас все должно получиться не хуже, чем у меня. Я думаю, что видео, как собирается и оформляется такая конфетка, будет у меня следующим. Здесь у конфетки полная зашивка нитками и такой вариант мне нравится больше. Не буду экономить на нитках, экономить на времени. Буду полностью вышивать. Так конфетка хорошо держит форму. Кешу далеко не убирая. Пускай здесь в нашей компании с нами посидит. И очередные игрушки, пасхальные пинкипы я вам сейчас покажу. Немножко оформление я переиграла. Да, оно получилось такое довольно стандартное. Тесьма с помпончиками. Изначально была у меня идея пришить вот такую тесьму с листиками. Но как только дело дошло до сборки, я немножко не поняла, как мне красиво ее пришить. В общем, не стала я заморачиваться. Покупала я эту тесьму уже довольно давно, но все никак нигде не могу ее применить. И в шитье я все думала, как мне ее пришивать. Понятное дело, по стебельку. А нужно ли листочки прошивать? Тоже такой момент. Хотела я вот таким образом как-то пришить. Возможно, вам такая идея пригодится. Наверное, нужно было перекрутить вот эти два стебелька тесьмы. Скорее всего, нужно было сначала сшить два пинкипа, а уже потом отдельно мононитью пришить вот эту тесьму. Возможно, вам такая идея пригодится. Ну а я по-простому, но в то же время, как мне кажется, получилось довольно симпатично, пришила вот эту тесьму с помпончиками. Была у меня такая тесьма с помпончиками. Покупала я набор разных цветов. Здесь у меня 6 пинкипов. Как раз у меня тоже в том наборе должно было быть цветов 6, 7 или 8. И я надеялась, что для всех своих пинкипов тесьму подберу. Помимо этого, покупала и другие цвета. Но там у меня более темные оттенки. Здесь мне хотелось какой-то нежнятины. Вот такая симпатичная девочка. Я думаю, вы обратили внимание, что пришила я и пуговки, деревянные пуговицы. Тоже несколько раз думала, передумывала. Пришила маленькие такие миниатюрные пуговички девочки на сарафан. Это не деревянные пуговицы, это пластиковые. Хотелось бы мне пуговки поменьше, но это был у меня самый маленький размер. С обратной стороны я использовала ткань Пеппи. Размер получился 16 сантиметров в высоту. Шириной 13. Для меня уже сшить и оформить пинкип никакой сложности не вызывает. Но здесь была такая определенная форма, рамочка вышитая. И тут нужно было потрудиться. Я приложила к вышивке бумагу и на просвет обрисовала контур карандашом. Затем, отступив на бумаге еще один сантиметр, нарисовала еще один контур и только потом его вырезала. Бумагу с вырезанным окошком приложила к своей вышивке, посмотрела, как это смотрится и уже потом сделала шаблон на картон, который использовала для всех пинкипов. Картон я использую переплетный. Купила я в этот раз довольно плотный, поэтому, когда я вырезала все эти картонные заготовки, у меня получилось их 12 штук, наделала себе мозоли на пальцах. Нужно будет все-таки заказать картон потоньше. Ладно, показываю вам следующие игрушки. Как же они мне нравятся, напоминают такие прянички, печеньки с глазурью. Деревянная пуговка стрекоза. Еще один зайчик в пару моей девчонки и тоже со стрекозой. Были у меня деревянные пуговицы с морковками, но не стала я пришивать. Здесь и так довольно много морковок. Использовала оранжевую тесьму с помпончиками. И вот такая обратная сторона. Еще одна милашка, вот такая овечка. Была у меня только вот такая бледно-розовая тесьма с помпончиками, но тоже неплохо смотрится. И вот такая обратная сторона. Все это ткани Пеппи. Здесь я пришила пуговку цветочек. Мальчик-садовник для моей девочки. Вот такая парочка получилась. Здесь я тоже пришила стрекозу. Нет у меня небольших таких красивых бабочек или божьих коровок с пчелками. Пуговки, конечно, у меня есть, но не очень они здесь подходили. И обратная сторона. Да, сшивать такие пинкипы, конечно, трудоемко. Наверное, за один день, рукодельный день, мне получилось оформить два или три пинкипа. Хотелось мне оформить их побыстрее, чтобы вам показать, но у меня не оказалось вот такой желтой тесьмы с помпонами. Среди всего многообразия именно желтого цвета у меня и не нашлось. Да, это было очень обидно, потому что в наших рукодельных магазинах днем с огнем не сыщешь то, что тебе нужно. Следующая мысль, конечно же, заказать на Валберс или Озон. Но там пришлось мне ждать несколько дней. И когда я ее дождалась, в итоге пришла совсем не та. Желтая, но с огромными помпонами, совершенно мне неподходящие. Я так расстроилась. Это придется снова что-то искать, заказывать, ждать. И знаете, не такой уж и большой выбор этой тесьмы. Именно желтого цвета оказалось трудно найти. Перезаказала тесьму в этом же магазине. Надеюсь, что все-таки мне придет та самая. И для подстраховки я заказала еще и в других магазинах тоже желтую тесьму. Там, по-моему, другой метраж. Теперь придется делать отказ. Я счастлива, что все-таки у меня теперь есть желтая тесьма с помпонами. Я думаю, что часто буду использовать именно для оформления пасхальных игрушек. Да, конечно, можно было здесь пришить и розовую тесьму, но в моей композиции не хватало только желтого цвета. Я думаю, что вы обратили внимание, что никакого подвеса я не делала, потому что пенки получился крупный, большой. Никуда их подвешивать не собираюсь. У меня совсем другая идея. Которая заключается в том, чтобы сложить все свои пасхальные пенкипы вот в эту корзинку. Хочу поставить ее на комод, чтобы всю весну и, наверное, все лето украшала мою комнату. Мой рукодельный уголок. Но пенкипы крупноваты. Конечно, можно все это дело сложить, правда, всей красоты видно не будет. В этой корзинке поместились у меня только пенкипы, а мне хотелось вложить туда еще и подушечки. Очень тут им тесно. Можно оставить и так. Но я все-таки решила заглянуть в магазинчик, там, где я покупала вот эту корзинку и посмотреть немножко побольше. Именно такой корзинки, но побольше не оказалось. Зато я увидела вот такую совсем недорогую корзинку. Конечно же, нести в ней что-то тяжелое нельзя. Она чисто декоративная. Это то, что мне было нужно. Что особенно мне понравилось, что здесь можно вот эту ручку убрать. Например, чтобы спрятать на полку, в шкаф. Хотя я решила эту корзинку вообще не убирать с комода. Буду по сезонам ее заполнять и украшать. Стоила мне эта корзинка всего лишь 400 рублей. Это очень здорово, потому что предыдущую корзинку я, наверное, покупала в районе тысячи. Может быть, даже и больше. Смотрела я и на Валберес такие плетеные корзинки. Нашла более-менее подходящую, стоила две тысячи рублей. Как вы понимаете, эта корзинка во всем выигрывает. Да, она более хрупкая, но свою функцию декоративной корзинки, я думаю, что будет выполнять на все 100%. На дно корзинки я хочу положить вот такое декоративное сено. Это древесный наполнитель. Покупала я его на Валберес. Ну а теперь можно выкладывать мои пасхальные пинк-гипчики. Чтобы все мои пасхальные прянички были хорошо видны, положила сено два уровня. Сзади сделала повыше. Вот таким образом. Все красиво я поставлю, сложу. И впереди есть еще местечко для моих пасхальных подушечек. Корзинку украшу еще вот такими декоративными веточками. Покупала я их когда-то в фикс прайсе, а на ручку привяжу вот такой бантик. Вчера заранее я его сделала. В интернете найдете множество мастер-классов, как красиво завязать бантик из атласной ленты. Сейчас я это сделаю уже за кадром и вам покажу готовый результат. Вот такая у меня получилась пасхальная корзинка. Здесь она и будет стоять всю весну. Но все лето и я уже подумываю, чем же ее наполнить осенью. Но об этом будет совсем другом видео, не сейчас. Да, я вам обещала еще показать свою сказочную азбуку. Я ее вышила. Скажу даже больше, я ее оформила. Но в это видео все-таки решила не включать. Работа была проделана большая. Для меня она очень долгожданная. Я очень хотела вышить и оформить эту сказочную азбуку. Не хочу, чтобы ваше внимание рассеивалось. Поэтому все-таки для сказочной азбуки я сниму другое видео. Покажу вам и ее. Покажу вам все свои процессы, что я вышиваю на данный момент, что хочу оформить летом. Там тоже много чего интересного есть мне вам и показать и рассказать. А в этом видео пускай будут только мои пасхальные игрушки и одна конфетка. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях, что вы вышиваете, вяжете на Пасху. А на моем канале Яндекс Дзен под этим видео вы можете оставить не только свой комментарий, но и прикрепить фотографию. Мне будет очень интересно посмотреть на ваши работы, ваши идеи по оформлению и украшению Пасхи. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, чтобы у вас было всегда вдохновение, желание и еще немаловажно время для нашего любимого рукоделия. Увидимся с вами совсем скоро. До свидания.